Многие начинающие видеоблогеры считают, что чтобы сделать успешный, яркий и интересный канал, надо научиться либо монтажу, либо снимать на видеокамеру. Мы понимаем тех, кто так думает. Ну, конечно же, когда мы смотрим интересные, яркие ролики, которые есть у каналов-миллионников, либо у дорогих интересных каналов, там все прекрасно. И монтаж, и инфографика, и титры, музыка, оформление, все-все-все хорошо и понятно, что эти ролики делают профессионалы. И мы пытаемся сами научиться монтажу, потому что, к сожалению или к счастью, денег на монтажеров и операторов у нас пока нет. А что, если я скажу вам, что неважно, как это смонтировано и неважно, как это снято, а что, если я вам приведу десятки примеров, где успешные каналы, яркие каналы, популярные каналы, начинали с простого банального видео на трясущуюся камеру на мобильный телефон. А что, если вы посмотрите первое видео каких-то ваших любимых каналов, а это сделать просто, в нашей школе видеоблогеров есть целая инструкция, как найти первое видео на канале, посмотрите это видео и вы увидите, что там даже нет банального монтажа. Там все сделано на коленке, потому что люди хотели и горели сделать свой собственный интересный канал. А как же начать, что же делать? Начните со стримов, это просто, YouTube позволяет стримить прямо сейчас, для этого вам нужна просто будет веб-камера. Ну, я бы еще порекомендовал начать с хорошего микрофона, потому что звук тоже очень и очень важен. Я Александр Некрашевич и работаю в школе видеоблогеров. Приходите к нам, подписывайтесь на наш канал и вы вместе с нами при помощи наших уроков сделайте свой первый ролик на том оборудовании, которое есть у вас. Мы научим вас делать стримы, мы научим вас заливать видео на YouTube, а монтаж и все остальное придет само по себе. Давайте на примере, чтобы было просто. Мы, будучи детьми, изначально научились говорить и только потом мы изучали правила русского языка. Только потом мы начинали понимать, где ставить запятую, же шипы, шипы, шипы и и прочие правила русского языка. А представьте, если бы мы себе говорили, я не могу говорить, потому что я не выучил правила, я не знаю, как правильно. Мы просто говорим. Когда мы изучаем английский язык, нам проще сначала окунуться в языковую среду и там учиться говорить, а потом учить правила. То же самое с монтажом и с операторской работой. Сначала начните, потом вы поймете, где и что можно улучшить и решите для себя, будете ли вы нанимать монтажера, либо сами станете и монтажером и оператором. Вы можете не слушать советы Александра Некрашевича из школы видеоблогеров, вы можете отладывать до последнего, вы можете начинать изучать, как монтировать видео прямо сейчас, вы даже можете начинать покупать какие-то курсы видеосъемки, но ваши конкуренты и ваше желание будет все дальше и дальше и дальше. И зачастую люди, которые ищут просто причину, почему они не снимают видео до сих пор, они находят себе я не умею монтировать, я не умею снимать. Вспомните пример с языком и начинайте снимать прямо сейчас. Приходите к нам в школу видеоблогеров, смотрите наши видео уроки, смотрите наши целые инструкции, которые есть у нас, подписывайтесь на наш канал, здесь много интересного, полезного и это все бесплатно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok